Во всех школах страны сегодня прошли уроки пенсионной грамотности. Специалисты территориальных органов ПФР посетили учебные заведения, чтобы рассказать молодежи о правилах формирования будущей пенсии. На занятии в 48-й школе Белгорода побывал Михаил Перетокин. У нас солидарная система пенсионного обеспечения. 22% делятся на две части. 16% идет на ваш конецовый счет, 6% идет на солидарную часть. То есть то, что вы заплатили в сносы, идут на выплату пенсии тем, которые получают пенсию в настоящие дни. В роли преподавателя на этом занятии заместитель начальника местного отделения Пенсионного фонда Марина Соколова. На повестке дня вопросы об особенностях формирования и начисления пенсии, виды данных выплат, повышения пенсионного возраста. Урок идет в форме диалога. Особое внимание старшеклассники обращают на прожиточный минимум, интересуются размером пенсий инвалидов, участников войны, возрастом выхода на пенсию людей, работающих на Крайнем Севере. Все получают исчерпывающие ответы. Если у него была накопительная часть, а это касается солиц, которые 57-го года и моложе, то накопительная часть наследуется. То есть есть наследники, они объединены кодексом гражданским, это первая очередь супруга и дети, если их нет, то есть вторая категория, а если вообще нет родственников, то он вправе оставить завещание любому, кого он пожелает, даже соседу. Я узнала, как рассчитывается пенсия, я узнала о минимальном размере оплаты труда, нам пояснили, как это все рассчитывается. Я узнала очень много интересных фактов, которыми я могу поделиться с родными. Сегодня был интересный урок достаточно для будущего нашего, пока мы об этом не задумываемся, но в целом было все довольно интересно. Мне очень понравилось про накопление баллов, которые впоследствии будут отсказываться на моей пенсии, и я считаю, что это очень достаточно выгодно. Как правило, подобные уроки проводят в старших классах. Многие молодые люди в этом возрасте уже подрабатывают. Соответственно, с этого момента и начинает формироваться их будущая пенсия. Поэтому они должны знать о том, на какие моменты необходимо обратить внимание, какие работатели могут и на них не подать отчет или не представить сведения, что отразится на будущую их пенсии. Поэтому мы считаем, для них важно донести, чтобы они знали, пенсионная грамотность в нашей стране на высоком уровне должна быть, мы считаем. Единый день пенсионной грамотности прошел сегодня в школах по всей стране. Стоит отметить, что для таких занятий пенсионный фонд разработал специальное пособие. В нем можно найти всю интересующую информацию. Михаил Перетокин, Евгений Северинов. К этому часу, Белгород.